Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это продолжение партии Замайя. Сидмерс Цивилизейшн 5. Игра на шестерых. Если вы смотрите не сначала, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. А всем остальным приятного продолжения просмотра. Ну, венецианец, я готов там не голосовать за всё это дело и больше не предлагать, если мы как-то начнём готовиться к войне против немца. Если ты собираешься с ним как-то мириться и... Ну, потому что он тут, по-моему, единственный лидер. Ну, у меня с ним нет никаких активных договоров. Своим развитием готовлюсь так и одиноче к этому. Ну, потому что тут... Если ты будешь с ним воевать, то я тебя буду поддерживать. Это со всеми готовы улучшить за их деньги договор об исследовании. Если кто-то хочет, учитывая, какой я отставший по развитию. Разве с тобой выгодно заключать договор об исследованиях? Ну, сейчас я достану веру в дорогах. Я думаю, выгодно будет. Так, а что это даёт? Ты мне деньги хочешь, что ли, какие-то, что ли? Локи. Нет, я думаю, он хочет с тобой в привате пообщаться. О, общается. Да, у Венеции уже 156 вход. Локи, господи. Как тебе дешево покупили сейчас так что, а? Не, я думаю, кстати, португалец, я бы назову меня сейчас немножко напрягся. Я думаю, что сейчас будет немец с венецианцем в привате общаться и договариваться о чём-нибудь совместном. Скорее всего... Кстати, наверное, и Рим это тоже касается. Скорее всего, венецианец будет давать деньги, Локи, на что-то. Не, ну мы с ним договорились не воевать по воде, а кто-то посушил. Может вполне нарушить всё это дело. Ну что, может, он не будет. Просто потому что португалец, как бы он вообще посередине... Ну, значит, скорее всего, будет давать деньги немцу, чтобы тот Рим захватил. Мне кажется, что просто выиграл игру. Вот так вот. Не понял. У меня нет ни единой мотивации давать деньги просто немцу. Но есть промка, если он что-то хочет сделать, у меня есть промка. Всё, то есть, как бы, ну я-то при чём. Ну, может, тебе тоже что-то предложить? Откуда ж мы знаем. Например, он тебе предложит, что он не грабит те караваны. Ещё бы он не их пограбил. Ну, ребят, кто-то в архитектуру вышел. Что? Архитектура. Что архитектура? А, кто-то в архитектуре? Да, кто-то в архитектуре. Я ставлю на Венецию. Лёша, а ты Петру строил? Пробовал? Да. Ну, я её не строил, но я шёл в неё. Ну, у меня такое место, знаешь... Тут не прям супер-пупер Петра. То есть, ну, получилось бы и получилось, не получилось, но что ж. Ну, у меня промки начали общение, просто много. Ну, собственно, у меня и сейчас промки, как бы, ну, ты понимаешь? Ну, 64 фальшивая промка. А зачем тебе промка? Это ж Венеция, ты будешь всё покупать. Но, к сожалению, библо и купить не смог. А что произошло? Почему так? Ну, промка сильнее. Видимо, что-то случилось. Да, да, да. Что-то пошло не так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Хорошие у меня города, мне нравятся Я не знаю, почему Венецианец Только два города себя Засоюзил Мне кажется, тут надо больше Потому что, ну, чем больше Пускаешь караванов в Венецию Тем круче У него 22 Венеция, у меня 19 Причем, при том, что я Не на море У меня, конечно, неплохое место Я согласен, но Венецианец мокрый круче, мне кажется Что произошло? Да тех у меня тут воруют Кто бы то мог быть? Да Кто бы то мог быть? Так, мечеть Ага, еще Еще Чеченицы и Ушмаль Не окучены мечетями Ну, до открытия индустриализации В Чеченице появится Блин, 115, доход первое чудо нашел Какое хоть? Шрипад Ага, вот тебе и поймал Нарушное правило Я жду, уточняю, где оно? Ну, я знаю, что теперь есть шрипада Шрипада? Это даже не жарко, не холодно, я думаю Ну, что, вагаем опять? Да Кто с кем? Когда же я выйду в плюс к рингаму-то, а? На счастье плюс 10 Города офигенно растут Но при этом я еще ни одного здания на счастье не строил Только чудеса и пагоды с мечетью Это очень-очень крутые штуки Кстати, что хотел сказать-то? Ну, по-моему, Венеция достаточно органично вписывается в игру И у меня какое-то предложение Типа достать Венецию из автобанов В принципе Ну, я, честно говоря, не знаю, зачем люди ее в автобан запихивают Обычно вы делаете, кто рядом с Венецией до фига места Вот и все Ну, так это же все равно такое Боюдоострое оружие В том, что там боюдоострое Ну, в наше время, если ты вырываешься, тебя как бы стопают И как бы, ну, стопы не звучит договорот А если на Аджибе? Допустим, очень много места у тебя слева, как я понял Это... По идее бы тебе должно было принадлежать Но вы, кстати, маянице не занял ни одного места, которое я мог бы занять Да, я занял все свое только Сириус, блядь, слушай, сколько... Сколько он? Лача, блин, ты можешь? Я не правил Личный сенсор ты мой На меня вырывается иногда Лача, не решил выбрать гору, а не речку, да? Ой, сколько у тебя тут репта зато будет, а? Шикарнейший город Шикарнейший Так, что я тут построил? А, воркс Так, а что у нас там? Восемь ходов Ну, венецианец строит армию, явно? Ну, первый парень, я теперь португалец Я думаю Восемь ходов Так, в чеченице мечеть куплена Три хода Не успею уже Ну, за 200, да, точно не успею за 200 Ну, подороже мечеть Ушмали Приобретем Моя задача чисто ему всю грабить Поэтому я строю рыцарей Во, блин Зато тут ко мне пришли грабить Опять тут появился какой-то лагерь Лагерь Как всегда, не вовремя Что-то, короче, Сириус, ты совсем какой-то благотворительностью занимаешься с моей стороны Да ладно тебе У тебя же наверняка их много То есть, Сириус беззастенчиво собирает деньги с немцами и венецианцами, да? Нет, я сейчас один в один кину Нет, я тебе могу дать вот так вот, давай Сейчас, подожди, подожди Я пока отменю Мне надо посмотреть просто Ну, чтобы ты не сомневался Вот так вот, давай, да и все Смотри, как У меня только один для усидится, да? Да А тебе сам себе Жемчуг таквиста нужно для настроения? Нет, для настроения Мне сейчас минус 4 Болонтирую Ну, окей Спасибо Да, да, да Лаки Да Тебе нужен люкс какой-то у меня, смотри Венецианце Не, а вообще ничего не нужно Ну, давай потом снова поменяемся, как тебе удобно будет Не знаю То есть, у меня как бы единички все люксы, мне как бы, ну, чисто вот По куесту, как говорится Как это, шаг дружбы Без любви Любовь здесь, как я понял, не актуальна В твоем голосе слышится сожаление В моем голосе слышно пиво Не, я бы, Лёш, я бы с тобой тоже дружил бы, но не хочешь ты Видишь, во мне до врага колы Да я ни с кем не дружу, вообще-то Так, на минуточку Ну, да Да Мне там-то легче не становится, как сосед твой непосредственно Так ты на расслабоне вроде говорил Вроде как-то норма у тебя там все Не, ну, когда ты берешь просто меркантелизм У тебя как бы сразу, ну, полегче диалог с соседом идет, звенится Есть такое Опа У меня внезапно кончились лошади Вроде Опа Продолжение следует — Самое смешное, кстати, что, ну, господин португальец меня по бабкам еще уделает, как бы, ну, спокойно. — Ну да, у него хорошая... — У религии просто. — И религия, и способность у Португалии классная, если уметь пользоваться. — Притом португальец обижен на тебя за колосс. — Сейчас надо вспомнить, что там. — Серьезно, давай вот так вот, и я тебе прощаю то, что ты у меня брал. — А, каждый ресурс дает в два раза больше золота. — Еще немножечко, и все, по рукам. — Все, отлично. — Алексей, изучите внимательно это предложение, особенно касаемо люксов. — А, вот кто в архитектуру пошел. — В смысле, опять же, не в архитектуре. — Не, слушай, венецианец, у тебя мало науки, ты извини, конечно. — То есть это тебе в плюс. — Нафиг на... — У меня мало науки. — Да. — Ты уверен, что у меня мало науки? — Да. — Если я скажу, что я первый по науке, то что скажешь на этом? — По науке вход, причем тут первый по науке... — По науке вход. — По науке вход. — Ну, я могу по науке вход. — Вот, цифра моя, поверь мне, больше, чем у Рима. — Больше, чем у Рима? — Ну, у Лаки больше. — Вот тут я верю, честно, верю. — Ну, вот тут хорошо. — Не, ну вот с португальцем я бы тоже по науке где-то рядом был, мне кажется. — Не, ну смотри сам. — Оказывается, для халявного ученого нужно еще поторговаться. — Так, Рим. — Блин, Рим, ну где твои деньги? — У меня нету мачо, что ты хочешь мне? — У меня тоже нету, но будем мне. — Вот так вот, ты традиционник, ой, да, традиционник. Все, ок. — Ну, если ты мне дашь деньги, мы заключим с тобой научно. — Серьез, мне тоже сейчас объявлять тебе войну и убивать скаута? Или ты сам не пойдешь дальше? — Сам не пойду дальше. — Только скажи мне, куда можно идти? Я хочу направо уйти. — Нет, направо будет Венеция буквально в одной клетке, так что тебе тоже не пройти никуда. — А у меня есть неоткрытая граница. — Ну, не стоит туда идти все равно. Ты пройдешь через Венецию, пройдешь к моим городам. — Я просто ищу УГГшки, понимаешь? Это мой источник дохода. — Давай, не так и вернешься обратно, откуда пришел. — Не к тебе же я иду. — Сириус, надо быстро сейчас это исполнить все. — Давай. — Бля, Сириус. — Ну, не ругайся. — Зинч, пожалуйста. — Скажи быстро, я быстро принял, спасибо тебе. — Не, это... — Ну, верни обратно, короче. — А что вы там? — Ты понимаешь? — Он купил 130 голды, 130 вход дал. — Найс. — Я очень рад. Я думаю, такой классный, у меня просто буст откуда-то. — Да елки. — Так, подожди, а че... Че происходит? — Кого-то за кем-то пришли. — А, кто-то решил нарушить договор все-таки. — Понял тебя. — Ну, смотри сам. — Бегайчики. — Падает Венеция. — Да... — Ну, почему Леша не хотел, чтобы я шел дальше? — Он ханой берет у тебя или к Венеции пришел? — Ну, в Венеции я никого еще не вижу. — Ну, там эти венецианские глянцы, они неплохие же. — Ну, есть Леонид. — Ну, у него денег-то куча. — А, нет, подрастратил. — Так он за 30 вход к Сириусу, да. — Да, сейчас кого-то там караваны полетят. — Да не, ну, португалец просто ломает мне игру, ломает, как бы он не заберет город-то. — Ну, окей. — Сколько холмов, Лаки, признайся? — Я вижу семь. — У Гамбурга? — Серьезно, я серьезно в следующем ходу тебе войну объявляю. — Говорю, не езжен, да нет, пошел. — Ну, я к Венеции иду не к тебе же, но... — Ты... — Ну, ладно, чего разговаривать. — А, вот, вижу, португальский фрегат у Венеции. — Слушайте, Венеция упадет. — Конечно, там есть Галиас. — Смотря сколько там. — Ну, просто Венеция... Пекинер, венецианский Галиас, и он больше не может покупать, потому что заблокировали клеточку. — Не, ну там арбалеты хорошо могут стать. За городом. — 42 защита. — Ну, так, как случилось. — Ну, три выстрела, вон, насколько опустошили уже. — Конечно, три нет. — Только слабенько тогда. Нет, это тяжело. Он сейчас будет бадный. Я не знаю, сколько там. — Просто сейчас Майя усилится за счет Венеции. — Понимаешь, в чем главное — это стоп. — Понимаешь, в чем главное — это стоп. — Потому что Майя идет. — Не знаю, что Майя хочет собрать. — Пожалуйста. — Пока это равная сделка, если получится все свои, я эти реверну больше. — Прими просто. — Не нужно быстро купить кошт. — Ну, пуля, ну, примили. — Ну, не ругайтесь, ну и ребята. — Извините, пожалуйста. — Прямо вот очень, да. — Да, да. — По-моему, у тебя забирает Леша, что ли? — А, не вдвоем, да, на распилы идут. — А, ну, понятно, куда Леша посадил, кому и как они доквалились. — А, да, было ценность. — Да, было ценность. — Понятно. — Леша фарварством занимается просто, а... — Деньги поднимает. — Если ты можешь снимать с твоей стороны, ты можешь подударить, и я тут как бы долго подержусь. — Подударить. — Да, 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 напряжение, ты вполне это может сделать, ты про даскауту гамбруга сидит в углу. Все и смотрит, и дело что ли не видно. — Хитрого сделать, но, конечно. это можно выбрать этим ходом уже нет ну ты беда зауда удалил бы если он тебе мешается я могу куда-нибудь кинуть на хорошую клеточку допустим ниже венеции подходит на торговый пост ниже левее ну чего может делать через я могу этим скаутом придут на клетку ниже левее венеции на туда вот мнение туда там смысла нет ставить таком сектор же сразу ходит покупая пачками от уже на жалко что они не бьют по этим еще ощущение такое есть нехороший могу подарить там скал то есть хочешь довольно у наверно все равно не выживет пусть будет служить тебе скаут герои войны со шведом так люксе ребят на страничку лишнюю рим ну не лишний у меня лаки есть лишний мрамор заберу так просто опалит а я могу тело так дать сила м м м я м м м м больше вопросов не тоже больше нечем помочь я думаю удачи не вами нетов понимаешь это очень круто что у нас плотно и сена спамят да да-да дальше силу снефтом работаем то есть земле то не продают меня вот по морю ну тоже плохо будет падать там генерал тебя надо поставить обязательно выше Венеция поклониться я просто не понимаю, зачем это Португал делает не знаю, решил убить конкурента на море пока может, непонятно так ну, он с немцем останется один на один и город, который ему виднее, наверное еще и нару как бы предательство совершит предательство у нас же еще договор об исследовании был ну вот договор об исследовании, я считаю, Португалец зря но у тебя там Кабула осталось, ты не выходи деньги потрачены впустую, по-моему ну, в смысле, бабки-то понятно, да там, если, опять же, есть бабки, ребят, вы там, ну, лаки особенно у тебя это с... а тебе сейчас зачем деньги? не, ну, в смысле, я покупаю армию у меня коммерция, все дела ну, а ты... чё ты путешь так? в смысле, я арбов покупаю, я фрегат отбиваю не успел уйти не, мне в Гамбург почему-то выгоднее отправить караван чем в Берлин а у меня в Гамбурге это, у вас истинская компания а-а-а, понятно португалец, а ты там Венецию берешь или можешь вот эти наземные юниты обстрелять ниже Венеции? ну, в принципе, могу но, понимаешь, у него там гляза стоят и ждут, пока мои фрегаты походят ясно хитрый венецианец, а? ну, я не просто так обычно если уж меня сносит, то за это платят чем-то кровью по-менему португалец, еще, опять же, не поздно то есть мы все установим, всю экономику то есть я к тебе посылал, я не знаю плюс 40 в ход у тебя золото было с меня зачем ты убиваешь соседа маятнца то есть я... да, португалец, я бы додумался на твоем месте действительно я думаю, что маятнень будет Леш, Леш, знаешь, что еще хорошо? скрин вашей переписки с португальцем в конце игры да, кому еще они или ты венец и себя португальцем оставляешь не, он себе так хочет ее оставить но суть в том, что все равно от этого легче ему не станет да, там по поленке один останется вообще почему он делеган с португальцем граничу? ну, я этого не разведал конечно, но все равно по виду далеко и горы между вами потомки пересчитают, просто нет времени читать я тут, наверное, куплю лучше вот, потрачен благодаря своей способности будет иметь золото и без тебя если португальцы думают, что тебя Леш там активно поддержат но это не так то есть то, что там бегает это вот, ну, там, как бы второго фронта его нет да, интересно ну, в смысле, ну, там ланснехты которые просто, как бы, твоих рыцарей они не чужие ну, ничего, подходят сейчас уже гатлинги да я что, зря в индустриализм выходил и гатлингов мы встретим и гатлингов встретишь, блин так, мы не ходим да, не ходите пока сейчас я проверю, хожу ли я никто пока не воюет так, я хожу так, я не хожу так что кому-то придется перезайти он, по-русски, тоже не ходит ну, видимо немцу, наверное, или риму ну, я хожу я могу перезайти? и немец тоже ходит ну, да, перезайдите да, я перезайду да не, падает тут Венеция что, я понимаю что тейк и тезер очень хочет спасти ситуацию, но Венеция падает я понимаю, бояться, которую очень хочет чтобы Венеция упала но она не упадет если ребята помогут я как бы, ну если бы ситуация была безысходная я бы сказал бы ребята, не надо мне ничего все нормально я падаю вот, но нет Венеция будет жить вот это воля к победе это я понимаю то, блин на некоторых людей нападаешь ну, все, гг и такой, и пошел и не удаляет ничего в городе юнит еще удаляет я даже ничего удалять не буду, реально потому что все зашли давай, Сириус отсчитай тогда раз, два, три Венеция, живи а, у меня не ходит теперь а, во, пошло понял, понял а теперь у меня лаги, короче, с дилеем ну, ну ладно мы люди не гордые нам не критично это, по-три кем-то а не а а а а а а а а сириус только ход не закончил если можно еще один от капитана что-то вгрузились был бы прекрасно прекрас сделаешь откат нечем не и лучше этот 15 процентов отката норм договоримся в принципе сейчас а 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 Продолжение следует... 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 немедленно но он пограбили можно как то правило написано поскольку если у вас появится может идти с кем угодно он понял срошка темпу и рфу тимир мне хлебом не кормить да и потемнить ну португальц еще 10 раз об этом пожалеет но да ладно почему он пожалеет, объясни вот расскажи, каким образом он будет жалеть ну жалеть он наверное будет тот момент, когда он такой типа будет расти а майянец, вот по сути с учетом того, что он занял Венецию вот эту Венецию он не является твоим соседом, просто потому что Венеция, он не может туда как бы потянуть войско то есть Венеция, она как бы его, но как бы не его то есть в любом моменте хорошо, нет, так я, с этим я согласен, но объясни зачем мне захватывать Венецию, она точно такая же для меня будет отрезанный ломоть а для португальцев она хотя бы на море, он может с ней контачить с помощью там караванов и прочего ну у него три, у него три ну этих, то есть типа ради каравана который семьи еды будет приносить ему что для этого делать там деньги почему там чудо там я ссорю, у тебя универ еще остался он захватил с универом очень все неплохо с универом да, это нормально не, типа с одной стороны, в плане вот если это вот не был бы игрок, было бы окей но с другой стороны, теперь майя без соседа вообще, то есть вот, ну от слова вообще вот вообще от слова вообще и плюс была договоренность да, ну а португалец избавился тоже от соседа да не был я ему угрозы, это вообще как бы ну да почему у него не было, в нем немеце и всем была угрозой какая угроза, я для Лиссабона, когда у меня есть майянец снизу, который лидирует когда на другом конце карте есть немец, который тоже там рвет демографию то есть, ну, португалец мне меньше всего интересовало в этой ситуации ну сейчас, да, а в будущем да нет, ну и тогда, то есть, ну, это была абсолютно позиция, почему я не шел во фрегат почему я пытался с ним договориться, ну типа дать ему гарантии все и так далее, чтобы он спокойно сидел и развивался просто потому, что он по центру, его ситуация, типа, ну, такая себе и ну, пусть сидит, развивается, окей я думаю, сейчас там все проголосуют за просто не он, не я, не я, не я, не я, не являемся претендентом на победу он убирает там, третьего, четвертого, условно, вот, и которого, опять же, можно и получает от этого буст ну, блин, я не понимаю что он как-то, он как-то сейчас упоролся сильно в войну, нет ну, во-первых, он ударил по своей, так скажем, репутации первое, что он сделал ну, в смысле, была договоренность у нас с ним, он ее нарушил это первое, что он сделал ну, мы же эти правила обговорили в начале, да? ну, нарушать правила можно, безусловно но, тем не менее, теперь, когда с ним будут договариваться все будут знать, что с ним нельзя договариваться то есть, вот он, ты с ним договорился, но это человек, который не держит слово ну, блин, я сел в игру играть с уверенностью, что никто здесь из присутствующих не держит слово просто потому, что это правила игры ну, ты, ты немножко путай, ну, не, я не считаю, что надо приносить, вот, как-то сказать и эта игра, в этом правило игры в том, что ты можешь нарушить условия да, 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 согласен, согласен но суд в том, что да, то есть, иногда это слово что-то значит, иногда это что-то не Undra давайте заэмбарго Венеции, ребята вот, а в его случае его слово ничего не значит ну, то есть, если ты все равно даже несмотря на это, ты говоришь о человеке, он держит свое слово тихо такое, ну, да, человек держит слово окей, с ним можно действительно договариваться ну, это, ну, определенная информация это знания, силы, которые ты можешь использовать дальше С ним вот нельзя. Ты это расскажи вот тем, кто подписывал пакт Молотова-Риббентропа, вот это вот все. Мы же играем... Я уже ничего не расскажу. Играем вот именно, что в симулятор планеты, когда люди... Нет, нет к нему... Опять же говорю, дело не в личной обиде, дело не в том, что там вот, ну, как бы, вот он редиск. Нет, ну, просто его слово, ну, как бы... Редиск. Ну, ты сейчас пытаешься на личности просто перейти. Это не дело. Так не надо сделать. Я считаю, что тебя победило пиво в этой игре, так что хохол тут ни при чем. Нет, ну, блин, ну, в смысле? Я договорился с ним, да, то есть, и не воевать на... Я про то, что, опять же, я не пытаюсь на личности перейти, я просто пытаюсь ему сказать... Ну, не ему сказать, а вообще сказать, ну, ну, что... Можешь перейти на личности. Если мы с тобой будем играть и будем договариваться, то ты можешь нарушать со мной. Можешь всем рассказывать. Не, не то, что я могу нарушать. Это просто... Это не то, что я могу нарушать. Это значит, что у нас с тобой договаривались просто ничего не значит. Вот о чем я говорю. То есть, я когда договариваюсь, ну, хотя я там... Обо мне ходят какие-то легенды, что я вармонгер. Но когда я с человеком конкретно договариваюсь о чем-то, я не нарушаю слово. То есть, ну, ну, окей. То есть, договорились, не нарушаю. Окей. Вот. Но тут как бы другая ситуация. Не то, что я опять же говорю, что я хочу сказать, что ты там плохой или хороший. Просто это вот... Понимаешь, у меня в играх столько раз было ситуации, когда я зачем-то что-то обещал человеку, выполнял это в ущерб себе, а потом сижу и думаю, ну, вот а нафига я это делаю? Вот в принципе для чего? Это же игра. Тут... Согласен. Тут идея не в том, что... Одно дело в жизни, как ты поступаешь, да, когда там тебе должны доверять и прочее, а другое дело вот конкретно в этой игре. И дипломатия это как один из пластов цивы дополнительный. Когда вот мы начали общаться голосом, это еще дополнительный уровень плюса к стратегии добавился. И здесь, в данном случае, если мы договариваемся без защитных пактов, общения, то это такое... Надо быть готовым к этому. Ну, по моему мнению. Абсолютно согласен. Опять же, другой мысли у меня, кроме того, как констатировать того, что у меня нету... Там я не хочу его там сказать, что вот плохой он. Нет, он не плохой, он просто вот так вот использует это правило. Каждый используется по-разному. Кто-то действительно следует своим словам, кто-то не следует. Но, тем не менее, он вот... Мы договорились с португальцем в привате. Как бы это было в общих интересах, оказалось. Оказывается, да. Ты с тем же успехом мог тоже вот... Кому... С кем ты в привате общался? К кому ты отправил шпиона? Расскажи нам. Ну, я... Не-не-не. Ну, это слишком интимная информация. Мы же не знаем, как другие игроки сейчас с кем общаются. Что договариваются, о чем. Да, да. Продолжение следует... Мне кажется, Лаки, там тебе самое время Рим забрать. И просто сказать, Леша, ты победил. Лаки, это не... То есть ты открываешь демографию и видишь, что Леша тут побеждает, да? Нет, ну... Чтобы максимально далеко от тебя не было... Я не понимаю, почему вот постоянно в играх я нигде не на первом месте. Когда я в последний раз вообще в пятую циву побеждал. Но... Леша, ты победил. Нет, ну вот тут, конечно, надо исправлять ситуацию. Хотя бы не тематически. Просто тебе жалко, видишь, что мы с португальцем сговорились. Мне жалко, да нет. Я сейчас, я говорю, такое ощущение, что португальц и без меня бы мог тебя взять. Сказал бы, что действительно ему тут сильно как-то помог. Ну, ты, конечно, купил наземную армию, купил. Может, тебе стоило деньги на морскую потратить как-то? Нет, ну, если бы просто в один момент Лаки быстрее согласился бы, я купил бы быстрее замок, я бы, скорее всего... Ну, у меня было бы намного больше шансов выжить. Во-первых, когда я попросил траншу на замок, и тогда вот как раз и основная... Основной урон пришел к моему городу, и тогда бы можно было туда. Ну, у меня было бы, конечно, у меня было бы, конечно, у меня было бы, конечно. Латинскими. Что латинскими? Кто-то тебе в приват кириллице пишет? Ну, я просто говорю, что латинскими только вижу. Просто так решил сказать. У меня КВН вспоминается, что... По-моему, сборная Катигорска была. Там перец де Куэллер, кочевряжица, мука, отнюдь. Лена, что с тобой? А я всегда говорю то, что думаю. Лаки, знаешь, латинскими. Чукануты там были вообще, нет? Нет. КОНЕЦ Продолжение следует... 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 Так, а что там за банник, кстати, в МИК-то? Нет. Да, как ни странно, даже Рим проголосовал против. Серьез, ты получил ачивку, типа, проголосовать против своего же предложения? А то это было больше компов. Компов я разводил так. Блин, такие места снизу в Стокгольме, а? Там, по-перше, со мной воевать. Ты горного сифа мог вообще так облюбовать? Да какие тут места у Стокгольма? Там, где ты Неаполь поставил? Неаполь, это тебе, как болевику, наверное, нормально. Традиционнику, ну что тут? Хомов достаточно. Амбарников три штуки. Правее тоже, куча оленей. Вот правее, вот тут я, который слева от Женевы, я, блин, сам думал, мне так хотелось там поставить город, но он настолько, ну, отрезан от меня. Ну, тут такое место офигенное просто. Да, он не разведал его, пошел со мной здесь снять отношения. Еще и за горами так защищеное-то всех. Счастье, наверное, измух. Счастье, наверное, измух. Португалица, ты там Ханой будешь брать? Кабул. Ну, я сейчас Кабул. Если не ошибаюсь, они будут немножко сломаны. Но могу ошибаться. В смысле сломаны? Так он их может просто... Не, ведь это освободить, он их просто не смог. Освободить. Поделитесь с другим. Чего, немец? Ну, тебе так все хорошо с культурой. Поделитесь с другим. Ну, я бы тебе, Леша, отдал бы какой-нибудь вот тут нижний. Потому что у меня счастье... Магаджишу? Но только если ты его захватишь, потому что я его захватить не смогу. Старай. Ну, он тут настроил этих Ланскнехтов. Не настроил, а напокупал. Мне кажется, Венеция не совсем... То есть, то, что ты вот именно в наземную армию почему-то... Типа, потому что Ланскнехтов можно купить с коммерцией, да? Да. Ну, блин, ну, основная, что нападение у тебя было с моря. Все остальное им дарили. Кто тебя ждал? То есть, это не то, что я строил пикинеров, нет. Я покупал и строил арбов. И стену. И казару. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 ровно-то провести на крепость пахнуть бодрство да он не изучить мы же за баланс мать его какое хоть пиво баночный тубборг такое себе не вкусная что да не ну считающиеся достаточно таким совсем уж совсем уж совсем уж как сказать на любителя чтобы не разливной ничего там такого просто просто простое пиво для простых людей именно так уже сколько там чудес уже ума и много почему я хост венецианец ходит раньше меня что за фигня тем не менее один клик до прогрузки все цивилизованно да да ну блин вот у меня было то же самое с тем моментом когда потерял столицу я думал португалий знает про что и про тот клик которая прошла типа условно выиграл в этот раз он два хода успел сделать он передвину сначала я стреляю в другое место проходит пять секунд он передвигает третье место я такой ругаясь матом про себя и и меня забрать город играть за венецию это по моему это кайф реально на самом деле удовольствие получил но как бы сказать в другой раз конечно с продугались как не зайдет я пойду как бы другой раз понятно я пойду там с ним воевать там и так далее строить флот держать вот ну если он так хочет это не стоит запоминать вот так игроков это еще раз говорю это в смысле не стоит ну стоит пойми что это игра ну по разному я не знаю по моему вот сильные игроки они тем и хороши что они по разному всегда действуют то есть ты можешь от них чего-то одного ожидать они по другому сделают так нет я понимаю но понимаешь вот есть определенный пол игроков которые грубо говоря вот ты понимаешь что на его слово можно рассчитывать на его слово нельзя рассчитывать в случае там сириуса понятно если мы сириусом договорились бы я все равно строю бы флот ну потому что да у сириуса репутация у тебя репутация знаешь ты договоришься а потом найдешь какую-нибудь дебильную причину чтобы от договора отказаться такой типу ага ты построил сады все но ты нарушил договор с тобой надо воевать ну типа такого да вот а на раз как бы во первый раз я играл с фахлом и вот как бы вот он оказывается может действовать вот так то есть но обычно люди как ты цели какой-то блокнотик ведешь там записываешь который не пальцевах на людей память неплохая да и собственно как бы да ну на раз сойдет но просто это не тот момент когда выиграл чем-то вот не но это моя шип не может учитывать на халяве это понятно я не куплюсь давай на тубрах спаливать нет уборок там слишком мало было выкидывает марки предложение так на принципе на самом деле я и ситуации выжил максимум все остальные ребята уже наверно вас я ничего продуктивно больше игре не сделаю все что хотел сделать и сделал все что мог точнее всем тогда спасибо за игру удачи и и и тебе спасибо спасибо завтра посмотрим вашу игру ну да беременность я вот ну мне кстати было возможности играть венецию вот в предыдущей игре сириусом еще вот но что-то я с молодушью смешал плана ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я лучше сюда мушкетёра поставлю, потому что боюсь. Я, конечно, понимаю, что игрок вышел, но компьютер вполне может. Можете кикнуть, кстати, тут двойной ход мне не страшен. А, блин, я хост. Португалец, можно кикать венецианца? Да. Блин, ушли все. Как дебиль на компьютер играет, тринец просто. Так. Трюфеля. У меня же есть трюфеля. Странно, что ты Петру отдал. Столица была. Ну, она тут, понимаешь, у нас же Лаки любитель играть в два города. А я любитель поставить нормально города побольше и отсюда развиваться. Конечно, Лаки быстрее получит Петру. У кого-то предвзятое мнение насчет того, что два города, это на воде два города я люблю играть. Слушай, ну извини, что я так заделал нечувствую. Нет, просто если бы я играл в три, я бы не забрал бы Петра во втором городе. И этот город вообще был бы ни о чем. Вот просто ни о чем. Тебе негде ставить три. Все тут правильно сделал. Сидней, Мюнхен вообще замечательно. Тебе больше ей не нужно. Все города угору, уже улетай, все. Ну, Сидней, он слабоватенький такой, там, еды вообще не помню. А ладно, в третьем радиусе джунгли. Ну, вот просто. Я их только сейчас начал покупать. Странно, что ты рыбку до сих пор не выкупил, Мюнхен. О, сколько у меня... Алюминия. Трындец. Причем уже один какой-то обработанный. Блин, тут гатлинги уже пошли у варваров. Блин, Магадишу, конечно. Нефть его будет. Давайте мы его сожгем. Лаки, у тебя задача все, чудеса в этой игре построить? Да я что-то так, думал, денег срублю, хоть что-нибудь кто-нибудь да построит. Да нет, просто он летается балл в целом. Химэнди построил, форт построил. Читаю то, что он на воде, перечитаю то, что он на воде. А это ты еще не построил. Ну, не построишь, я не думаю то, что науки. Те, кто-то обонит. Нараза, что инженер может быть в три хода. Ну, мы баним, просто баним города-государства. У него очень хуже становится. Вы брусляет, делайте, что у них один караван бегает. Ну, я офигеть. Честно говоря, если у тебя даже без городов-государств такая промка, это просто офигеть. Ну, холмань, 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 холмань. Просто холмань. Не, ну я смотрю, вот столицу Майя, у него тут тоже холмов дофигища. Холмов дофигища, но... Очень дофигища, я бы даже сказал бы. Промышленности такой нету почему-то. Вот это удивительно. А, потому что у меня то самое спасибо португальцу. Что? Он мне промку свою притаранил. Религию. 15 процентов. Ну, не знаю, я считаю... Зачем португальцу ты принес немцу? Я же тебе еще в прошлый раз сказал, когда он только первый раз к тебе обращался, что не стоит нести религию на производство человеку, кто первый по производству. Ты сказал, ну да, не стоит, и потом пошел и отнес. Ну, во-первых, мне с этого деньги, да, во-вторых, я принес его и Риму. Да, тут и Рим. Португальц с баблом, короче, у нас в игре. Ну, и пусть ценинг русский. Ну, надеюсь, португальц оправдает то, что он взял в Венецию. Потому что я тоже пока уверен, что это ошибка была. Надеюсь, ошибка. А почему это была ошибка? Ну, потому что минус союзник на воде против Германии. Нет, конечно, если он считает, что он один сможет что-то противопоставить Германии, то вопросов нет. А что, ты на Германию не можешь напасть? Ну, во-первых, не идти через горы, а во вторых я отстаю, насколько на 12%. Ну, какое нападение медколуками? Так что, поэтому он на меня не пойдет. Ему выгодно прослойка из меня. Вот такая вот прослойка из тебя. Интеллигенция у нас всегда прослойка. До сих пор даже школа, не то что она построила, даже не открыла. Постоянно воюет со счастьем, а счастье – это минус рацик. Так, как бы мне тут моих художников с писателями не почикали. Серьез, ну ты сам все шведские города подмял под себя. Ну, не все прям, как-то все, да. Ну, стоит хорошо. Что мне еще делать, если стоит нормально? Просто обычно, когда я играю за волю, я инженерю мачу пикчу, чтобы деньги были. Религия тоже неплохо обнародная. Веры нет, сейчас, конечно, что-то покупаю всяких собор, но не ем. Ну, жесть, какие-то греки. Даже зоопарки строят везде. О-о-о-о, мая-мая, уже у нас все строят. Что строят? Хорошие, хорошее. Думаю-то по науке отстает от тебя, не забывая об этом. Отстает, но от детей. Да это я просто прожег сейчас. Ух, не знаю, не знаю, Лаки. У нас с тобой научный договор есть. Стоит ли его разрывать? А у кого-нибудь еще есть договор? У меня с Лаки, у меня. Ну и как начать то, что все-таки это разорвать? Мая-мцы-то зачем договоровать? Да, я думаю, что я нормально получу с этого. Да, наверное, Мая-мцы. А Лаки получит больше с фарфовкой. Ой, слушай, Сириус, только что у меня техус первый. Что ты, а? Вот это я очень рад. На самом деле, я школу только что открыл. Вот это теха, это была школа. Если бы не ты, я бы не открыл. Потому что я тебя обрадуюсь, Сириус. Школу открыли очень недавно, кстати. Вот очень недавно. Нет. Ну что это такое? У меня даже 300 нет науки. Это вообще. А что, так деньги нужны? Или просто не хочешь? Просто не хочу. У меня вот этот дождь. Вы достаивает личный. Оченьhm? А то, так что? Не хочу. Ребят. Продолжение следует... На этом пока все. Продолжение, надеюсь, появится на канале завтра. Играйте в умные игры, всем пока! Спасибо, что засорили до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы засорили до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.